Каждый год Бразилия и Аргентина поставляют в Европу юных звезд. Аргентинец Лаутаро Мартинес, о котором мы говорили в дебютном выпуске Чувства Скаута более года назад, уже наколотил 9 голов в 18 матчах в составе сборной Аргентины. Является одним из лидеров Миланского Интера, куда перешел за 30 миллионов евро. Венисиус Джуниор уехал из родного Фламенко в Мадридский Реал за 47 миллионов евро. А его соотечественник Родриго, ну, собственно, переехал туда же. В июле 2019 года, собственно, за такую же примерно сумму. И уже успел, кстати, отметить пятью голами и одним ассистом в шести матчах в составе Королевского клуба. Сегодня многие другие юные южноамериканцы уже на низком старте и готовятся к переезду в Европу. Среди них есть малоизвестные футболисты, за которыми в ближайшем будущем выстроятся огромные очереди из европейских клубов. С вами Оспорте ТВ, меня зовут Даниил Радаев. Включаем чувства Скаута. Талис Магна. 17-летний бразильский вундеркинд из Васка до Гамма. Универсальный игрок передней линии. Чаще всего действует на левом фланге атаки. Способен без потерь качества играть справа и в центре нападения, действуя в оттяжке, либо на позиции ярко выраженного девятого номера. Рост игрока 186 сантиметров. Амбидекстер. Активно работает обеими ногами. Дейбинг, пас и, соответственно, удар и поворот. В июне этого года Магна дебютировал в главной команде Васка до Гамма в рамках бразильской серии А. Выйдя на замену за полчаса до конца встречи. С того момента игрок успел стать одним из ключевых футболистов клуба. Провел 15 матчей, 12 из которых в стартовом составе. В активе Талиса два забитых мяча. На юнгском чемпионате мира игрок также был в стартовом составе. По итогам турнира бразильцы одержали 7 побед в 7 матчах, став безогаборочно лучшими. В 4 матчах турнира Талис отметился двумя голами, но после 1-16 не выходил на поле из-за повреждения. В клубной схеме 4-2-3-1 бразилец действует на левом краю атаки, но также порой используется тренерским штабом в качестве девятки и правого вингера. Несмотря на высокий рост, футболист демонстрирует отличное владение мячом. Качественный дриблинг, оловки и ноги и постоянное желание принимать обостряющие решения в опасных зонах за счет активной игры 1-1. Бразилец является самым активным в АСКО в данном игровом компоненте, чаще всего идя в обводку 4,5 за матч. При этом юный бразилец обладает также самым высоким рейтингом успешности обводок в команде, составляющим 64,4%. Действуя слева, футболист часто совершает смещение в центральную зону, как при игре без мяча, так и с мячом. Нередко играет спиной к воротам, и в случае прессинга стороны соперника действует следующим образом. Прием мяча в одно касание и последующий резкий разворот с вертикальным продвижением. Выглядит это весьма эффектно. Физические данные футболиста в паре с его ростом позволяют игроку уверенно себя чувствовать в единоборствах как в атаке, так и при обороне. В среднем за матч Магда участвует в 23 единоборствах, выигрывая 42% борьбы. Не всегда способен демонстрировать необходимый уровень неуступчивости и цепкости в отборе, а также недостаточно активно вступает в прессинг вверху, но тем не менее показывает хороший объем и количество успешных отборов для игрока своего амплуа. Магда взаимодействует с партнерами за счет коротких передач, выполняя обостряющие передачи как из центральной зоны, проникающей пас в штрафную, так и из фланга. Более продуктивен при выполнении прострельных передач на низкой и средней высоте, чем при выполнении мягких подач в штрафную. Магда в равной степени угрожает как с дальней дистанции, так и из пределов штрафной. В среднем за матч 1,9 удара. Половина из-за штрафной. Бьет с обеих ног. Креативный бразилец, несмотря на свой возраст, действует на поле с визуальной легкостью, уверенностью и, безусловно, обладает всеми шансами для попадания в шорт-лист большим европейским клубом. Тиаго Альмада. 18-летний аргентинский игрок атаки, действующий на позиции 10 номера и центрального нападающего. Правша, с неплохой левой ногой, обладает опытом игры на обоих краях атаки, чаще слева. Наиболее частые схемы 4-3-3 и 4-2-3-1. В 2018 году игрок дебютировал в главной команде Велеса, сыграв с того момента 27 матчей за клуб, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. В составе сборной Аргентина до 20 лет игрок провел 7 матчей. Габриэл Хайнс, именитый аргентинский защитник, а ныне наставник Велеса, так отзывается о футболисте. Увидев Тиаго, я старался не опережать события, осознавая, что парню всего 17 лет. Но как же я не могу давать ему шанс, если он настолько хорош? Тиаго обладает достаточно скромной антропометрией. Рост игрока всего 171 сантиметр, но он очень резкий, с отлично развитой координацией движения. Крайне рискованно оставлять юного аргентинца один в один, потому что он любит и умеет обыгрывать как на ограниченном пространстве при плотной опеке, так и на длинной дистанции, где за счет скорости способен уйти от соперника. Идет в обыгрыж как в центральной зоне, так и в финальной третье. Получая пока в среднем 50 минут игрового времени, футболист совершает 6 обводок, 64% успешно. Что подкупает в Тиаго, это его способность не выключаться из эпизода, в случае потери мяча и мгновенно вступать в единоборство с целью вернуть в себе владение. Не обладая высокой культурой отбора мяча и скромными физическими характеристиками, Тиаго действует за счет высокой степени неуступчивости. В среднем за матч игрок участвует в 16 единоборствах, 43% успешных и совершает 2,5 отбора, 52% успешных. Активно действует в завершающей фазе атаки. На цели на ворота и в отведенные ему 50 минут игрового времени наносит 1,7 ударов и выполняет 1,8 ключевых передач. Наносит удары со всех типов дистанций. В нынешнем сезоне 8 шотов, 3 за штрафной. Остальные 5 из пределов вратарска. Игрок обладает хорошим пасом. Видение поля позволяет игроку выполнять качественные передачи между линией. Местная пресса активно сватает Тиаго в Манчестер-Сити. И говорит об интересе к игроку со стороны многих европейских клубов, на постоянной основе отправляющих скаутов на матчи Велеса. В сентябре 2019 года футболист подписал новый контракт с клубом, где прописаны отступные в следующей прогрессии. До 31 января 2020 года 19 миллионов евро. До августа 2020 года 22 миллиона евро. Если же в эти сроки футболист не покинет клуб, то его отступные составят 25 миллионов евро до окончания договора с клубом. И это было чувство скаута. Друзья, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Меня зовут Радаев Даниил. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok